Заявление там очень подробно расписано, да? Но основная суть заключается в том... Дело в том, что в формате всяких телепередач, коротких интервью, да, это довольно сложно понять. Я могу сказать, но на 100% уверен, что вы не поймете. Дело в том, что суть заключается в том, кем порождается кредит. Если обязывается подолгу, а обязываться подолгу, это значит порождать кредит. То есть, если я вам дам что-то в долг, значит я вам доверяю. Слово кредо – это кредит. Может, субъект экономики, то тогда в экономике этот кредит порождается так же, как кровь в организме. В растущем организме количество крови постоянно увеличивается. Причем ровно столько, сколько нужно организму. Если эта кровь сбоку дается в организм, то она либо много ее дается, либо мало дается. Организм либо возбуждается, они говорят, что экономика перегревается, либо он умирает, как сейчас. Сейчас, кстати, я не успел сказать, но ставку резервирования в январе поменяли, а это значит, что денег будет сейчас много опять, и мы снова начнем нагреваться. То есть, будет видимость, ставку уменьшили на 20%, соответственно, на 20% можно будет больше выпустить вот этих безналичных обязательств банковских, которые ничем не обеспечены. Когда кредит порождается сбоку от экономики, экономика от этого либо умирает, либо возбуждается. А экономика должна быть сбалансирована, кредит должен порождаться внутри. Так вот, то, что сбоку порождается, это мошенничество. Почему мошенничество? Потому что, вот я не успел договорить в суде, да, а в законе четко написано, что деньги – это особый род заменимых вещей. И в кредит можно давать только деньги или другие вещи. Да, это вы уже показали. Да. А банк дает вместо денег безналичные, он их называет деньгами, но это безналичные его обязательства. В народе он что делает? Он как бы пудрит мозги, говоря, что деньги, безналичные деньги, все это одно и то же. Вы же получили карточку, можете заплатить. Но как раз покопавшись в том, что там происходит с этими деньгами, мы видим, что безналичные деньги обеспечены только на 5 сантим. Ну вот, представьте. На 5 процентов. На 5 процентов. То есть каждый лад обеспечен на 5 сантим. То есть реальных денег у этого банка вот 5 сантим. Конечно. То есть реальных денег, да. А обязательства он выдает на лад. Да. Это все равно, что я бы под свою зарплату 200 лад набрал 2000 долгов. И каждому дал обязательства расписку. Вам на 100 лад, вам на 100 лад и вам на 100 лад. Да. А обеспечение у меня было всего на 200. И вот это и есть мошенничество. За это судят. И судят именно в рамках уголовного закона. И что бы банк ни говорил, да, значит, если начать в этом разбираться, то выяснится, что он постоянно занимается мошеннической деятельностью. Мало того, он эти обязательства, используя как деньги, снова дает в кредит. Это все равно я у вас машинные зеркала ночью сниму, и вам же зеркала продам. Все не по-честному. Но в рамках вот такого короткого спича, я боюсь, что... Нет, все понятно, поскольку я видела это все фильмы. Ну, хорошо, если вы понимаете. Но задача заключается в том, чтобы... Это понял суд. Подадим встречный иск. То есть вы будете выступать как кредитором? Мы будем выступать, да, в том качестве, в котором находимся. И что вы будете просить? Выполнить договор. Что? Выдать наличные, дать денег, конечно. Но они скажут вам, а вернитесь туда безналичные? Нет, мы сразу вернем безналичные. А как вы вернитесь? У нас есть. Я за Касперсом верну безналичные. В любом количестве причем. А в чем тогда вам тогда выгода от этого всего? Думаете, сейчас все тогда попросят? Конечно. Конечно. Поскольку банк не может всем выдать, да, то банковская система будет ломаться. В этом и задача. Сломать одну систему и сделать ее другой. А кто будет делать другую? А другую систему будем делать мы, народ. Только народу надо объяснить сначала, в чем его обманывают, а потом объяснить, как работать без обмана, по-честному. И, кстати, одна из идей, которую мы хотим в общество вынести, это возврат цитаделлы банка, поскольку из бюджета было заплачено за его долги миллиард платов. И продолжают платить и сейчас, еще 30 миллионов. Но он сейчас работает, что-то отдает за обратное? Нет, не важно, что он отдает. Важно, что его хотят продать инвестору и за счет этого вернуть миллиард. Ведь что такое из бюджета забрали миллиард? Это значит детские сады, школы, ну понятно, все бюджетные расходы. Их лишили народу. То есть у народа их забрали. Да. И хотят продать инвестору, чтобы вернуть эти деньги в бюджет. Цитаделлы нельзя продать за миллиард, нельзя продать за 500 миллионов. Его можно продать только за 200. А сегодня вообще нельзя продать, поскольку все видят, что банки сейчас, ну, держатся на последнем издыхании. Мы просим вернуть... Вашими усилиями особенно. Нет, 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 нет. Весь мир в долгах, посмотрите на Европу. Да, да, да. Куда угодно можете глянуть. Значит, все тут очевидно совершенно. Мы просим вернуть нам имущество и больше не продавать наше имущество. То есть банк латвийский сделать народным. И переименовать его, это Цитаделла, в Первый народный банк. И тупо просто раздать по 30 акций каждому жителю Латвии, включая пенсионеров и детей. И вот этот банк будет работать без процентов. А примеры таком вообще есть? Примеры такие есть. В истории Латвии был народный банк кооперативный. И он так и действовал, да? Он действовал, да, по очень низким ставкам, финансировал. И у него все было обеспечено. Развитие экономики, а не финансировал под залог имущества. И это совершенно разные вещи. А у него были обеспечены все его безналичные? У него были обеспечены, да, конечно. У него, наверное, безналичных тогда не было. Безналичные были. И, кстати, наличные были обеспечены несколько иначе, чем сейчас. А вот сейчас, в наше время, есть такие страны и банки? Нету. Я слышала, что вот арабские всякие законы подруга говорят, что нельзя проценты брать. Они процент камуфлируют в виде венчурного капитала, в виде венчурного финансирования. То есть банк финансирует, а потом прибылью забирает свои проценты. Но это в любом случае лучше, чем то, что делает сегодняшняя система с судным процентом. Потому что мусульманский банк вынужден разбираться в специфике финансируемого предприятия. То есть если строит коровник, он должен понять, будет коровник приносить доход. Будет ли он вообще построен? То есть у него, конечно, интерес есть. И в этом смысле многие западные банки переходят на систему мусульманскую. И пару слов еще о себе можете сказать? Откуда вы так появились? О себе коротко. Я из Латвии появился. Я здесь живу всю жизнь. Кончил физико-математическую школу в 70-м году. Потом служил в армии. Потом учился в институте и в политехническом, и в Латвийском университете. Специальность у меня физик, радиоинженер. Потом работал преподавателем в школе. В той же самой, в 13-й, где учился. А потом наступила перестройка. Но еще какое-то время я участвовал тут в борьбе с Советским Союзом. Диссидентом был. И в еврейском движении. Ну а в 91-м году начал заниматься бизнесом. И играл в этот бизнес до 2009 года. А вы сказали, что вы владели там четырьмя банками, по-моему? Не четырьмя, а шестью. Я, кстати, один из самых крупных акционеров СЭП-банка. Вот ответчика. Сейчас? Нет, не сейчас. Я был в 95-м и 96-м году. Он тогда не СЭП был, да? СЭП. Унибанк назывался. Унибанк. Тот же самый банк. У меня было больше 3-х процентов. Далее капитала. И это самое крупное физическое лицо было. Вот несколько банков у меня в Белоруссии было. Я сейчас совладелец Парекс-банка. Я акционер Парекс-банка. Миноритарный, да? Миноритарный, да. И не смог избавиться от акций, потому что у меня спорт с видом сейчас. Вот. У меня арестованы акции. Вот. И российским банком владел. И специалист по ценным бумагам у меня в 99-м, в 2000-м году, в 98-м я на бирже работал. А сейчас? Специалист лицензированный, Минфином. А сейчас я кроме общественной работы ничем не занимаюсь. А в чем общественная работа? А вот именно вот то, что вы сейчас видите. То есть вы как физическое лицо занимаетесь общественной работой? И как физическое лицо, и как участник общественной организации, и разных движений, которые направлены на восстановление Латвии. Какие, например, можно сказать? Ну, конкретно я сам являлся инициатором создания общества Латвия Тайсника Сатистебасвалс, сокращенно ЛАТАФ. А где оно, это общество? Оно в Рике находится. Оно проводило семинар 22-го числа. У него есть сайт ЛАТАФ. Как раз сегодня? В ноябре прошлого года. Как раз на эту же тему я пытался объяснить, в чем заключается банковская обманка. Удалось? Ну, для людей удалось, а для генеральной прокуратуры пока не очень. То есть вы там еще подавали в прокуратуру заявление? Да, подавали, да. А она сказала, что? Что нет оснований возбуждать уголовное дело. Я отказала. Мы обжаловали. Они опять отказали. Поэтому мы в суде. Они вам предложили обращаться в суд, да? Нет, в суд нам предложил обратиться Ремшевец, потому что я ему тоже написал еще года три назад письмо на тему «нехорошо», когда вы берете деньги у клиентов и ими же кредитуете, получаете с этого процента, проценты присваиваете, а клиенту ничего про это не говорите. Это воровство, на что мне Ремшевец ответил «обращайтесь в суд к тому банку, который у вас украл». Вот. А я ответил Ремшевец «не в курсе». У меня даже письмо есть. Официально. Да, могу предъявить. А как вы на Каспар вышли? А вот на семинаре. Люди пришли, да. И Каспар пришел на семинар. И Каспар пришел на семинар, да. И это не я на него вышел, а он на меня. Спасибо большое. Если кто-то это я с вами снесусь. Пожалуйста. До свидания. Спасибо. Ну что, правда? Ну, да, придется идти кофе пить, наверное. А ты сам взял и идешь? Да? Да, да. Да, да, да. Или ты брал кредит на их? Как вы хотите домой? Нет, я брал кредит. У меня... Для ремонта той квартиры? Нет. У меня принадлежал дом 0,8 гектаров. И сосед продавал... Уплэнс. Да, у меня принадлежал Уплэнс. Сосед продавал Упциемс. И 46 гектаров. Я ему говорю, там, давайте... Давай, мне не надо 8 гектаров подрежь. Я тогда, ну, смогу это поднять. Он говорит, нет, бери все. Я не буду резать ничего. Я очень хотел эту горку, там, это рядом, красивость. Старая школа, самая старая вообще в истории Латвии, там, да, деревянная. Ну, такой культурный оазис, там, делать, или что. Похоже, и я. Ну, пошел к банку. К банку. И, ну, говорю, вот, у меня доходы, ну, такие, ну, брюмаксы на их, да, там, ну, вот, там, какие-то авторские. Ну, есть такое дело. Ну, я, у меня нет цели, там, взять это для себя. Просто отрезать мне нужный кусок и остальное продать и вернуть вам кредит. У меня есть такое письмо. Я писал специально, ну, такую культурную мотивацию писал, ну, банк. Ну, они, наверное, все-таки имели это в виду. Это же такое письмо было. Я сказал, что я не в состоянии долго платить какие-то проценты. Я хочу быстро просто это сделать. Ну, так, и, ну, они согласились, дали, дали мне кредит, то, что она сегодня в суде там говорила, реально, я же там, что-то там говорил, доказывал, якобы, свои доходы. Ну, банк же должен как-то проверить тогда. Ну, как, я же могу сказать, я миллион получаю в месяц, а не поверить, что-то. И так, и, так, и, и второе, что было, вот, да, какой-то процесс уже был. Какой-то сутроник взял? Ну, конечно. А, ну, что там в СРМ-маре немного разрушил. Нет, 120 тысяч евро, по-моему, в месяц получил. Да. Ну, вот художник, да? 80, сколько там сейчас, два. И ты все же сколько платил за это земля, да? Да, это пошло, это пошло, ну, опять же, по цифрам, по бесс-хайдрам, ну, как бы, макинации продолжаются, никто денег не видел, все уходит, как бы, цифрами. Да, ну, следующий момент был такой, когда я уже купил это. Я не помню уже, кто из работников банка это был, я пошел и говорил, ну, я сейчас буду тогда начинать продавать. А мне этот сотрудник банка дал совет, не продавай, потому что сейчас три года, ты должен будешь от этой суммы очень много платить государству. Давай подожди три года, ну, потяни, ну, постарайся. Я уже представил, насколько это будет невозможно для меня, но я думал, может быть, имеет смысл. Подождал, и начался кризис, все, и уже невозможно было продать. А, конечно, часть этого кредита, что я взял, не все пошло на покупку той земли, но у нас еще, несмотря на то, что мы продали квартиру мамы, вынужден был продать. Я не только, мы продали вообще в последний момент, не очень дорого, цены поднялись на эти квартиры, в центре Риги, через полгода почти два раза. А мы продали, конечно, на два раза лучше, да. Получилось так, что у меня еще осталось довольно много долгов, ну, лично, людям, которых я должен отдать, и я думал, ну, какой кредит сейчас еще брать. Вот это дело я соединил с этим, да, я купил, ну, мечтал купить эту гору с этой старой школы и вернуть какие-то части своих долгов. Ну, и втяпался еще. Прям как в анекдоте, что будет, если тебе добыть миллион? Раздам долги остальные, остальные подождусь. Ну, да, ну, примерно. Ну, вот так. Вот, и сейчас они забирают у тебя это, и еще сколько с удовольствием? Ну, как они, они же, как вы и в суде говорили, они же, я же не специалист, никто, ни один человек, который берет кредит, он же не должен быть аналитиком процесса. Если банк говорит, мы даем тебе на 30 лет, они же должны как-то подумать, ну, что же за эти 30 лет может произойти. Ну, да. Банку долг еще 80 тысяч, потому что цены невысокие сейчас. А такой прецедент в Швеции, например, если, это криминал, там лицензии отнимаются в банк, потому что там должно хватить гипотекой. Вот, тоже один из абсурдов. Вот, мы, конечно, хотели поднять другой момент в этом суде, что банк вообще мне не дал денег, и банк вообще никому не дал денег. Ну, да, это такой момент, это тоже чисто такой юридический. Ну, хотя бы, первый шаг, что должны вы принять, если нас грабят в Швеции, пусть по их законам грабят нас, у нас даже, да, они грабят нас не по своим законам, придумали другие нас на месте. А они уже знают, сколько будет стоить твоим учителям, и просят еще больше денег, или они не знают? Ну, нет, пока не знают, там тоже, в рынке сейчас поднимаются, что цены как-то, но они же сами тоже это регулируют, там это, другой рассказ. Слушай, ну, завтра, так-то, в 12 часов, да, я знаю.